Супруги Андрея и Елена Бановы в ездовом спорте уже 4 года. Начинали просто, услышали от друзей и решили попробовать. В соревнованиях стали участвовать сразу же, а уже в феврале этого года Андрей выиграл чемпионат России. Недавно вернулся из Тверской области, где проходили всероссийские соревнования в бесснежных дисциплинах. Прошедшие соревнования у нас проходили в Твери. Самое сложное это конечно туда добраться, долететь, перевезти туда собак. Сам перелет занимает очень много времени. Но по сложностям просто там трасса была сложной, мы немножко не готовы были к ней. Выплыл на второй день снег и было очень скользко, приходилось падать. Мы немного потеряли времени, поэтому не дотянули чуть-чуть. На первый взгляд кажется, что все просто. Набрал собак, поставил в упряжь и вперед. На деле же это месяцы тренировок. Ну вот с данными собаками как-то проще было работать. Им одели шлейки, они рядом пробежали с велосипедом. И когда они выросли, их зацепили уже к велосипеду или к скутеру. Они там немножко помешкались. И в принципе через 2-3 тренировки они уже вполне выполняли команды право-лево и вперед бежали. Собак выбирали специально. Марси и Крош – норвежские метисы. Порода идеально подходит для спринта. При море почти все спортсмены выступают с хаски. Но эти метисы быстрее, могут развивать скорость до 70 км в час. Поэтому в краевых соревнованиях удача частенько на их стороне. На тренировках они нет такого, что кто-то лидер или кто-то там главный. Они просто работают. Это для них полноценная работа. И они делают эту работу с удовольствием. Готовятся чемпионы не в спортивном зале, а на свежем воздухе. Тренируются круглый год. Все как у настоящих спортсменов. Перед соревнованиями нужно составить тренировочный план. Главный принцип при распределении нагрузки – не навреди. Перед заездами собаки обязательно должны размяться. Днем Андрей и Лена работают. Поэтому тренироваться приходится по вечерам. Трассы для заездов ищут сами. Тренировочный план мы обязательно расписываем, потому что в спорте очень важна стабильность. Очень важно следовать своему плану. И наш план пишется, исходя из соревнований. То есть сначала мы узнаем, когда, где соревнования. То есть, допустим, сейчас мы уже знаем, когда будут соревнования зимой. И уже исходя из соревнований мы уже составляем свой тренировочный план. Экипировку Андрей с супругой и Леной заказывают у друзей, так как специализированных магазинов в России очень мало. Зимой катаются на лыжах или санях. В остальное время используют байк. Байк необычный, облегченный. Вес снаряжения имеет очень большое значение. От этого зависят секунды в заезде. Скутеры мы заказывали в Санкт-Петербурге у Бориса Рожко. Он велосипедист, хороший такой, со стажем. Как бы занимается именно скутерами. У него заказывают очень многие спортсмены по всему миру. Как бы известные топ-спортсмены. Ну и как бы он делает такие вот дорогие топ-игрушки. Езда с собаками – зрелищный спорт. Однако все здесь держится на собственной инициативе. Найти трассу для тренировок, достать снаряжение, приучить собак к работе в упряжке. Но видно, что у Андрея с Еленой горят глаза. Планы у супругов наполеоновские. Мы очень довольны, что пришли в этот спорт. На самом деле, потому что такие эмоции получаешь. Особенно если твои собаки что-то выигрывают. Ты понимаешь, какую работу ты проделал. Какую работу проделали собаки, что добились такого результата. Вот на этом чемпионате России мы заняли второе место. Стали серебряными чемпионами. Ну, минусы свои мы знаем, какие-то небольшие. Ну, надеюсь, что зимой мы все отыграем. И все-таки будем стараться получать медали. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.